Сегодня в Гомельской области проживает около 86 тысяч людей с инвалидностью. Геннадий Григорьевич, какими темпами, обществом, все вместе мы движемся к той самой полной инклюзии? Ну то, что этот процесс идет и процесс положительный, это однозначно. Если посмотреть исторически, так скажем, под углом развития нашей организации, то мы шагнули значительно вперед. И если сравнить те цели и задачи, которые решали 20 лет назад еще общественные объединения социальной направленности и которыми задачами занимаются сейчас, это совсем другой уровень. Поэтому на сегодняшний день должен сказать, что и в республике, и в Гомельской области в том числе создана очень хорошая юридическая площадка. Это юридическое поле для совместной работы государственных структур и общественных объединений по решению проблем людей с инвалидностью. В Гомельской области это координационный областной совет по делам инвалидов, который возглавляет заместитель председателя облсполкома по социальным вопросам, в который входят все заинтересованные государственные структуры, в том числе областные общественные объединения инвалидов. Вы тоже со своей стороны инициируете, предлагаете и стараетесь настаивать на своем, и от этого эффективность возрастает? Идея создания такого совета появилась со стороны общественных объединений. То, что государство поддержало, это очень хорошо. То есть мы не просто выслушиваем мнение и одобрям. Нет, мы ставим вопросы и, конечно же, и предлагаем пути их решения. Ваше общественное объединение появилось в Гомеле в 1997 году. Это первая, если не ошибаюсь, организация инвалидов-колясочников в Беларуси. Сегодня активно ведете проектную деятельность. Что это дает и вам, и членам организации? В первую очередь это повышает оргоразвитие и программное развитие организации. Второе, то, что это повышает, значительно повышает профессионализм тех людей, которые участвуют в реализации, разработке реализации проектов. И это определенная финансовая независимость при реализации проекта. И, конечно, это стимулирует, стимулирует выполнение тех уставных задач, которые есть перед организацией. И значительно это влияет именно на их качество. И второе, то, что мы пытаемся через работу в международных проектах, а это проекты международной гуманитарной помощи, проекты международной технической помощи, привлекать инвестиции в Республику Беларусь, в Гомельскую область. И в том числе где-то и оказывать помощь, материально-техническую помощь, для организации бюджетной сферы, которая в этом нуждается. В рамках физической реабилитации у нас очень большое развитие получил инваспорт. Это самый короткий путь реабилитации, адаптации таких людей в жизни общества. У нас есть команды и по баскетболу на колясках, и по настольному теннису, игра паралимпийский вид спорта, ботча, культивируем танцы на колясках. То есть достаточно много. И главное, сейчас принято было решение и область полкома, и единственная она в Республике Беларусь, сейчас создан и работает, уже думаю, что очень хорошо работает, на мой взгляд, областной центр Олимпийского резерва по паралимпийским и дефилимпийским видам спорта, в рамках социализации людей, городской центр или филиал ГЦК, центр инклюзивной культуры. И в завершение, Беларусь в ожидании нового закона о правах инвалидов и их социальной интеграции. Какие надежды на обновленный документ у вас и ваших единомышленников? Вопросы к трудоустройству. Новый совершенно подход, создание квот предприятиям по трудоустройству людей с инвалидностью. Это европейский опыт используется, что на предприятии, там, где численность более 100 человек, будет доводиться квота по приеме на работу людей с инвалидностью. Если руководство предприятия нет возможности принимать, или нет желания, значит, они делают определенные отчисления, будут в определенный фонд, и которые средства потом будут использоваться, опять же, для нужд людей с инвалидностью. Это направление, потом очень большое направление, целая глава по проблемам образования людей с инвалидностью. Это тоже очень важно, чтобы найти себя в новых жизненных условиях, получить какую-то новую профессию. Это тоже прописывается. Действительно, есть большое количество новелл, о которых нужно говорить, и мы это будем делать, в том числе и в эфире «Беларусь-4». Самое главное, что это еще один яркий пример, еще один шаг государства в сторону той самой инклюзии. Очень стимулировала вопросы инклюзии в обществе, принятая Беларусью конвенция о правах инвалидов. Она настолько стимулировала эти все процессы, как в государственных структурах, так и в общественных организациях, что приводится в соответствии с требованиями конвенции вся законодательная база Республики Беларусь. То есть все совершенно касаемые кодексы, законы, все это приводится в соответствии с требованиями. И когда эта работа будет завершена, тогда, конечно, совершенно будут, может быть, другие подходы. Игорь Григорьевич, спасибо за этот разговор. Успехов в делах и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова